Всем привет! Смотрите как восстановить данные с Reddit нерабочего NAS Western Digital My Cloud Mirror. NAS довольно популярное устройство для хранения данных, благодаря своей надежности, гибкости и возможности обеспечить доступ к файлам с разных устройств из любого места. Однако даже с самыми надежными устройствами могут возникнуть проблемы, которые могут привести к потере доступа к вашим данным. Сетевые хранилища Western Digital это удобное и надежное устройство, предназначенное для хранения и обмена данными в локальной сети, но все же не исключены ситуации, когда устройство уходит из строя и доступ к важным файлам становится невозможным. В таком случае, технология построения RAID не спасает от потери важных файлов. Далее в видео мы рассмотрим несколько способов как достать файл из накопителей разрушенного RAID массива. При неполадках сетевого хранилища нужно определить причину неисправности, возможно просто поврежден или выдернут кабель питания. Самое первое что нужно сделать это проверить все соединения, убедитесь что все кабеля подключены надежно и правильно. Попробуйте использовать другие кабеля и порты для исключения возможных проблем с подключением. Также проверьте работоспособность блока питания, возможна причина поломки именно в нем. Если индикаторы на устройстве горят, попробуйте войти в окно менеджера управления устройством и перезагрузить его. Если доступа к устройству нет, перезагрузите хранилище с помощью кабеля питания. Отключите его от разъема и подключите снова. После перезагрузки дайте нас некоторое время для запуска и инициализации. Если нас по-прежнему не отвечает, подключите его к другому компьютеру или воспользуйтесь другим сетевым интерфейсом. Это поможет исключить возможные проблемы с компьютером или сетью. Также вы должны понимать, что при попытке восстановления данных с нерабочего NAS всегда существует риск потери информации. Поэтому важно регулярно создавать резервные копии данных, чтобы предотвратить потерю информации в случае сбоя оборудования. При выходе из строя NAS сетевой диск становится недоступным, что может вызвать серьезные проблемы. Все файлы, которые ранее хранились на дисках становятся недоступными для пользователей. Это может быть катастрофой, особенно если на этих дисках хранятся важные данные, включая личные файлы, фотографии, видеозаписи или документы. Хотя файлы физически остались на дисках, при прямом подключении к компьютеру излечь их становится невозможным. Это связано с тем, что данные на дисках NAS обычно организованы в специальном формате, непонятном для обычного компьютера. К тому же на дисках могут быть использованы различные методы RAID-конфигурации, что усложняет процесс излечения данных. В таких случаях требуется специализированное программное обеспечение, чтобы вернуть доступ к файлам. Прежде чем приступать к восстановлению с помощью сторонних программ для общего понимания технологии построения RAID, давайте разберем, как изменить уровень RAID на данном хранилище. Войдите в интерфейс управления NAS. Для этого откройте веб-браузер и введите IP-адрес вашего устройства в адресную строку. Затем введите учетные данные, логин и пароль. Откройте раздел Storage, RAID. Здесь кликните по кнопке Change RAID Mode. В результате вы увидите окно с предупреждением. Для продолжения нажмите ОК. Данное сетевое хранилище предлагает на выбор следующие уровни RAID. J-Pod, Spanning, RAID 0 и RAID 1. Настройка RAID массива производится при первичной настройке NAS. Выберите тип RAID, установите здесь отметку и нажмите Next. На следующем шаге дождитесь окончания проверки дисков и нажмите Next еще раз. Как видите данная операция затрет всю информацию, которая хранилась на дисках. В таком случае вы потеряете все данные, которые хранились на прежнем дисковом массиве. Проверьте параметры и нажмите Next и Finish для завершения. Дождитесь окончания перестроения. После инициализации и форматирования сетевой накопитель появится в сети. И наконец давайте разберем как восстановить данные с нерабочего NAS с помощью сторонних программ. Если восстановить работоспособность сетевого хранилища не удалось или такой возможности нет, воспользуйтесь специализированной программой для восстановления данных с NAS – Hetman RAID Recovery. С помощью Hetman RAID Recovery вы сможете просканировать жесткие диски из неработающего хранилища и восстановить потерянные файлы. Программа поддерживает различные уровни RAID и файловой системы, что делает ее универсальным решением для восстановления данных с различных моделей NAS. Поможет в случае поломки аппаратных сбоев, форматирования и повреждения файлов системы на вашем NAS. Утилита проводит глубокий анализ дискового пространства и восстанавливает данные даже в сложных случаях. Имеет интуитивно понятный интерфейс, что позволяет даже неопытным пользователям легко ориентироваться и выполнять необходимые операции по восстановлению данных. Чтобы получить доступ к дискам необходимо извлечь их из устройства NAS и подключить напрямую к компьютеру с операционной системой Windows. В случае с RAID 0 и RAID 1 операционная система не способна отобразить содержимое накопителей. В управлении дисков они будут иметь вид нераспознанных или состояние RAW. Если в управлении дисками операционная система вашего компьютера предложит их инициализировать или отформатировать не делайте этого, так как это может полностью состереть данные и восстановление будет затруднено. Загрузите и установите программу Hetman RAID Recovery на компьютер. При запуске программа автоматически просканирует диски подключенные к вашему компьютеру и соберет из них разрушенный RAID. В главном окне программы вы увидите собранный RAID массив. Чтобы найти нужные файлы кликните правой кнопкой мыши по разделу и нажмите открыть. Затем выберите тип анализа быстрое сканирование или полный анализ. Для большинства несложных ситуаций достаточно выполнить быстрое сканирование. Данный тип анализа займет меньше времени. Если программа не нашла нужных файлов выполните полный анализ. Вернитесь к главному окну программы кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите проанализировать заново полный анализ. Укажите файловую систему и нажмите далее. Программа сохраняет всю структуру файлов и папок поэтому поиск нужных файлов не составит труда. Откройте папку где хранились файлы которые нужно вернуть. Как видите здесь доступен предварительный просмотр файлов. Кликнув по файлу вы увидите его содержимое в этом окне. Файлы которые ранее были удалены и помечены красным крестиком. Программа поможет вернуть и случайно удаленные данные. Далее выделите все что нужно вернуть и кликните по кнопке восстановить. Укажите место куда сохранить файлы, диск и папку и нажмите еще раз восстановить. Убедитесь что это другой накопитель или компьютер чтобы избежать перезаписи исходных данных. По завершении все файлы будут лежать в ранее указанной папке. Программа способна восстановить данные с любого из поддерживаемых устройств уровней RAID. Как видите восстановление доступно с RAID 1 и RAID 0. Таким же способом вы сможете восстановить данные из J-Bot и Span конфигурации. Итак мы подробно рассмотрели шаги как вернуть утерянные данные с RAID массива в случае поломки нас хранилища. Надеемся что данное видео помогло вам понять как восстановить данные при поломке Western Digital My Cloud Mirror. И помните что регулярное резервное копирование данных является лучшей практикой для предотвращения потери информации. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok